А есть, где мы используем такую интересную технологию, когда у нас есть сухая подушечка, а внутри такой нежный полувлажный паштель? Можете попробовать? Жуй! Жуй! Глотайте, глотайте, глотайте! Более того, кто еще попробовал? Так еще не проглотил. И то можно попробовать. Ну давайте. Повторю уже. Например. Давайте попробуйте. Ролик индейка в рагу. Давайте подушечку в рагу. Смотрите, ребят, мы сейчас больше смотрим на текстуры, чем дегустировать собираемся. Дегустировать у нас хочет все-таки. Я вам открою некоторые, чтобы было понятно. Вот, например, с овощами как выглядит продукт. Там уже идет? Здесь желе. Видите, все имеется желеобразная подушка. И вот в данном случае мы используем морковь. Далее откроем, посмотрим паштет. Давайте посмотрим, как выглядит паштет. На примере паштета с телятиной. Офигеть. Вот. Спасибо, блин. Так, по поводу того, что я говорил, да, что продукт можно пробовать. Берем, если хотим. Не пробуем. Он безопасен, да, человеком. Что из интересного? Шеба, например. Я вам говорил, да, мы с вами сегодня поднимали вопрос. Это другие совершенно кусочки. Есть кошке, мне нравится вот такой кусочек маленький. Его можно просто языком раз поддеть и съесть. И есть кошка, которым не очень нравится работать челюстями. Им скорее такое подойдет. А вот этот продукт, сейчас мы откроем, его не получится кошке просто проглотить. Потому что его надо сначала разгрызть, но не разжевать. Хищники не жуют. Более того, кошка у нее даже нет способности делать боковые движения. Если у нее нет дубов, она в принципе не особо страдает. Да, у нее только челюсть работает как ножницы. Здесь мы с вами видим совершенно другие. Видите, крупные, очень крупные, нерегулярные кусочки, которые тоже можно съесть. Желающие... А почему так мало желающих? Это реально можно, это реально безопасно для вас. Да? Можно не кормить. Первое впечатление. Я думаю, первая впечатление не соленый корм для нас, потому что у животных другие потребности в натрии, в хлоре меньше, чем у человека. Я вам говорю, что корм делается сбалансированным, конечно, для животных, а не для человека. Поэтому нам кажется продукт, у нас по-другому стоят рецепторы, нам он кажется не соленым. Здесь другая текстура. Здесь другая текстура. Видите, такие длинные, длинная нарезка. И очень похожая нарезка, но в плотном желе. Вискос мини-филе сейчас открою. Будет выглядеть вот так. Видите, такая плотная подушка, желеобразная. И вот, продукт такой. Ну, вот здесь скорее соусом, а это желе мы называем. То есть соус, то есть рогой больше нравится. По настроению. Подписчики Семса говорят, что вы странные. Это ветеринар. Думаю, да, до них я странный. Вот.